Все началось с того, что Евгения выложил в интернет ролик о том, как его домашний кот переплывает реку, причем в половодье, бесстрашно преодолевая бурные водные потоки. И все это ради кошки, обитающей на противоположном берегу. Настоящая любовь. Казалось бы, вокруг полно кошек, выбирая любую. Нет, у Барсика, видимо, настоящая любовь, ради которой он и преодолевает водную преграду. На видео обратили внимание сначала журналисты пензенского телевидения, а затем и центрального. История влюбленного кота заинтересовала редакторов проекта Первого канала, видели видео, и они пригласили Евгения вместе с питомцем на телепередачу. Что касается хозяина животного, то он без колебаний принял предложение поехать в Москву и поучаствовать в съемках. К тому же до этого Евгений ни разу не был в столице. Поездка в столицу. А вот вести с собой Барсика оказалась задачей невыполнимой. Во-первых, лотка кот не признает. Во-вторых, попытка поместить свободолюбивое животное в переноску показала, что отправляться с ним в путешествие совершенно нереально. О чем Евгений Алехин и сообщил авторам проекта. Те ответили, ждут Евгения с мамой на передаче, пусть и без питомца. Как оказалось, Валентина Михайловна заинтересовала тележурналистов не только в качестве хозяйки водоплавающего кота, а еще и как огородница, выращивающая кроме традиционных для средней полосы, овощей и ягод теплолюбивые арбузы. Мне не удалось уговорить маму поехать на съемки, убедил ее редактор телепередачи, во время длительной беседы по телефону, рассказал Евгений. И Валентина Михайловна нисколько не пожалела о том, что согласилась отправиться в Москву. Впечатления она получила незабываемые. Поездку исинцев и проживание в гостинице рядом с грандиозной Останкинской телебашней оплатила принимающая сторона. Интересное общение. Во время съемок наши земляки пообщались с известными людьми, с поэтессой Ларисой Рубальской, актрисой театра и кино, телеведущей, продюсером Верой Сотниковой, актером, кинорежиссером и сценаристом, заслуженным артистом Российской Федерации Михаилом Багдасаровым. Общаться с ними вживую совсем не то, что видеть по телевидению, поделился Евгений. Они такие радушные, открытые. Вопросов в ходе телепередачи нашим землякам было задано немало, и не только про Барсика. Ведущий Александр Смол родом из села, и ему близка и интересна наша жизнь, отметили Алехины. По признанию Евгения, они с мамой очень волновались перед съемками, но во время передачи это было незаметно, беседа с ними получилась содержательной, интересной. А в ноябре мать с сыном, собираются в Пензенский драматический театр им, Луначарского на спектакль с участием Михаила Багдасарова. Приглашение они получили, от самого актера во время путешествия в столицу. Спасибо нашему Барсику за эту поездку, улыбаясь, говорит Евгений. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.